Повторить успех фильма «Довод» решил водитель Киа Спартэйдж. На трассе в Слободском районе он разогнал задним ходом свой кроссовер, как это происходило в фильме Нолана, и врезался в «Шкоду Фабия». Чем руководствовался водитель перед таким странным маневром, разберемся в рубрике «Видеорегистратор». Водитель Киа мчался задним ходом и врезался в «Шкоду» на трассе в Слободском районе. Картинка напоминала кадры из фильма «Довод». И, видимо, водитель думал, что едет вперед, а на самом деле он ехал назад. Впрочем, путешествие во времени здесь, скорее всего, ни при чем. Мужчина за рулем Киа, возможно, перепутал передачи. Сейчас в этом фантастическом ДТП разбираются полицейские. Еще один любитель езды назад. Водитель Рено ударил стоящую «Приору», когда задним ходом выезжал, чтобы выпустить «Мерседес». От удара «Ладу» заметно качнуло, однако виновник покинул место ДТП. Видимо, решил, что никто не заметил его проступка, но он остался на записи камеры видеонаблюдения. Пенсионерка в «Радужном» едва не спровоцировала ДТП. Женщина в маске так спешила, что не посмотрела на светофор. Для нее горел красный. Водитель машины с видеорегистратором экстренно тормозил, чтобы не сбить пожилую женщину. Едва не столкнулись на пересечении улиц Милицейской и Карла Маркса. Мужчина на «Приори» при повороте налево не пропустил водителя машины с камерой. Неопытный водитель необдуманно перестроился в левый ряд на улице Ленина. Девушка за рулем легковушки включила сигнал поворота, но, видимо, не взглянула в левое зеркало. Там она точно бы увидела попутную машину. Проехал по встречке мотоциклист на улице Попова. Чтобы не стоять в пробке, водитель двухколесного транспорта воспользовался своими компактными габаритами и совершил опасный обгон. Десятка чуть не сбила двух женщин на переходе на Карла Маркса. Водителю пришлось тормозить, а пешеходам ускориться, чтобы не оказаться в больнице и в сводке происшествий. Алексей Иванов, место происшествия.